9 сентября в Абая жестоко избили боксера, призера многочисленных спортивных соревнований Асыла Аспанова. Парня нашли сидящим на корточках в нескольких километрах от Абая. Кто и зачем это сделал, пока остается неизвестным. И найти участников преступления местные правоохранительные органы не спешат. Вот этот кубок чемпионата САБ, этот кубок Таджикистана, вот этот маленький кубок, это чемпионат Казахстана, Алматы. Асыла Аспанов – тренер по боксу. В Абай кто-то знает его как друга, кто-то как своего примерного наставника. Мастер спорта по карате и рукопашному бою с 4 лет занимается спортом. Был призером многочисленных соревнований. 7 октября Асыл должен был вести своих подопечных на соревнования в Караганду. Однако случилось то, от чего родные боксеры до сих пор не могут прийти в себя. Нашли-то его за городом, а это мы узнаем, что на 33-м квартале, это уже через дня три, да, нашли, в общем, это обувь тоже опять же, вот подруга у меня нашла его обувь, один кроссовок. Потом выясняется, там кровь, сказали, есть, мы находим уже где-то кровь, около какого дома. Потом находим уже, люди подобрали ключи, подобрали, что там еще, часы, зажигалку, да, вот это, и все, и вот они на экспертизу с медициной приехали, ищи их, будто собак, все, ну, немножко время потеряли, уже прошло, это был четверг уже, время потеряли, собака след не взяла. 10 сентября родителям с телефона сына позвонил полицейский и сообщил о том, что Асыл находится в больнице. О том, что на самом деле произошло, в тот день никто не знает. Ну, факт, что там еще сотку нашли, а когда ребята тоже, они пробивали, кто в кафе с ним был в последний раз, это, и с кем вот так вот он вышел, говорят, вот там, говорят, так и так, вот мужчина седой, нашли его этот, дай воду, старый, это, нашли его этот, как его адрес, приехали, жена как бы объясняет, говорит, он всю ночь пил, сотку потерял, они тут же номер его пробивают, все это самое, и едут, опять на это место происшествия, начинают смотреть, и они говорят, еще, говорит, скорая его подобрала на этой дороге, а кровь, говорит, по всему этому, и они начали дальше след прослеживать, и увидели, что он как бы лежал, видать, в яме. Со слов матери, Асылу пробили лоб до такой степени, что осколки кости попали в мозг, на теле полно ушибов и ссадин. Неделю сын находился в коме, пришел в себя только на днях. Отец Асыла хочет взглянуть в глаза тому, кто это сделал. Просто просьба к нему за вознаграждение, если кто-то видел, чтобы сообщили нам. Как выяснилось, хозяин телефона, бывший сотрудник правоохранительных органов. Он раньше работал, говорит, в милиции, медвотрезвители, его уволили, говорит, оказывается, за пьянку в свое время. А сейчас он этот, на зоне, как этим, дубаком, контролером, как их там называют, контрактник, да, да, контролер. Их там было, это, несколько человек вообще, в тот день они в кафе гуляли. Но вот молодежь наша, как говорят, мы, говорит, как-то гуляем, говорит, и они как бы все время там гуляют. Ну, такое, немножко нарывистый, говорит, он вот такой вот есть у него вот это вот. По словам друзей молодого парня, последний раз его видели в кафе «Визит». Охранник заведения рассказал, что парень вышел из кафе в обнимку с седым мужчиной, а уже рано утром его заметил проезжавший мимо водитель. На месте преступления был найден телефон некий Ажаслана, бывшего сотрудника органов внутренних дел. Официальный допрос с этим гражданином пока не проводился. Да и вообще, говорят, друзья детства, следственные мероприятия не проводятся по сей день. Там подъехали в больницу, и из больницы уже как бы начали друг друга спрашивать, что, как было, кто видел, где кого. Ну, вот как бы есть один подозреваемый, которого там нашли телефон на месте преступления. Как бы вот с утра начали пробивать там все про него, домой позвонили, жена сказала, что ушел куда-то. Ну, там не знаю, как-то точно не знаю через кого-кого, там, ну, по слухам все нашли, как бы его встретили. Ну, он начал говорить, что я его первый раз вижу, никогда не видел, вообще никогда не встречал его, первый раз вижу. Ну, как бы мы сразу вызвали милицию, как бы они его забрали, потому что, как бы, самим что-то с ним там решать смысла не было. Заметив, что полиция города Абая проявляет бездействие, друзья намерены действовать сами. Равнодушие местных правоохранительных органов можно объяснить тем, что подозреваемый является их бывшим коллегой. По словам друзей, голова осыла была просто в ужасном состоянии, и, судя по всему, его пытались убить. Они подозревают, что трагедия может повториться, и поэтому намерены охранять своего друга круглосуточно. Следствие, получается, вообще ничего не говорит, не объясняет нам, что, как, мы хотя бы интересовались. Сами все как бы делаем. Да, получается, да, такая ситуация, да, как вы знаете, да, на тот момент, на то число происшествия, которое произошло с нашим другом, да, с осылом. Получается, ситуация такая, на месте следствия, получается, мы, да, вообще не проводилось ничего, да, получается, мы работаем как... Сами ищем, да, получается, мы, получается, узнаем, да, что сами узнали, сами им говорим, получается, они ничего не говорят. Вот такая вот ситуация, получается, у нас. На том месте, получается, где нашли осыла, мы находим телефон, принадлежащий, оказывается, в дальнейшем того человека, которого задержали. Да, Бог все видит, Бог накажет. Даже не то, что мы хотим найти, там, наказать сильно. Зачем это? На их совести будет? Как бы мы не хотим кого-то жизнь сейчас портить. У всех, может быть, там, семьи у кого-то, у них даже дети. В ближайшее время осылу предстоит перенести множество операций. Один антибиотик стоит полторы тысячи тенге. В день он его принимает более десяти раз. А мы пытались связаться с органами внутренних дел города Абая. Даже выяснили, кто этим делом занимается. Следователь Гульден Ильясова давать интервью отказалась. Может, просто сказать нечего. На сегодняшний день 26-летняя сына Успанова находится в реанимации. У него перелом лобной кости. Родные благодарят Всевышнего за то, что произошло чудо. Их сын вышел из комы. А вот загадкой для них остается одно. Кто мог пойти на такой злостный поступок? Миром Гульсал Кимбаева, Тулиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.